С вами Андрей, мы продолжаем прохождение войны. У нас версия 2.5.0. Приложение обновилось. В прошлой серии мы вместе с вами увидели бассажира. У нас вязкость, предвидение, проклятое дружелюбие. Кольчуга нулевая, каменный доспех, собственно, присутствует копье, ключ у нас с собой. Также у нас присутствует король-крыс, давайте забежим, заберем у него деньги. Чтобы найти короля-крыс, вам нужно просто рандомно идти по стенам. В большинстве случаев он не бывает либо в финальной комнате, либо в промежуточной, где босс, как видите. По еде у нас все плохо в целом, ячейка, поэтому давайте посмотрим, что у нас будет дальше. Много лет назад тут тюрьма была построена для особо опасных пластиковиков. Жестко контролируемая и надежно она снижалась из самых опасных владельцев всей земли. Но со временем темное влияние стало просачиваться, отсюда возвращая разум как странников, так и узников. В ответ на нарастающий хаос город запечатал всю тюрьму. И никто не знает, что случилось с теми, кто остался умирать в его стенах. Собственно, мы перешли, нам подсказывает то, что вам нужно внимательно смотреть под ноги. Это говорит о том, что у нас очень много ловушек вокруг нас. У нас зелья, поэтому давайте заберем сразу поиск для зельев. Расщепим одну кольчугу ненужную для нас, два копья и собственного топор упрямства. Также можно расщепить сканную броню. У нас задача взять еды и взять хилку, если есть. Лечилки у нас нету. Как вы помните, у нас лечилка опознана уже. У нас зелья свиток опознания, зелья исцеления. Они опознанные. Сейчас можно дальше взять хилку. Собственно, янтарные, лазурные. Хилка у нас тут одна. Давайте ее возьмем, также возьмем еду. Пойдем посмотрим, что у нас ждет дальше. Начало, конечно, не особо было впечатляющее. У нас нет магического урона, от слова совсем. Что очень плохо. Присутствует мельтический катализатор, который можно тратить в кринку, который даст нам преимущество. У нас тут блокировочка стоит в виде ловушки. Ее можно пока оставить. По воде ходить более безопасно. Исключение есть, только против вас играет холод. Тогда по воде ходить очень опасно. Собственно, хрустальный ключ говорит о том, что будет присутствовать комната. Комната с запертыми дверями. Собственно, первый скелетик, который мы увидели, сразу же получили в лицо от него урон. Такое чувство, что у них как-то ожидание пропустилось. Давайте, я не знаю, это исцеление. Обратите внимание, у нас не вовремя сработало проклятие оружия. Из-за этого мы очень сильно сейчас будем проседать. А также, в принципе, можно сделать следующее. Можно вернуться к торговцу. У торговца всегда присутствует свиток рассеивания чар. Также у торговца присутствует свиток опознания и свиток магической карты. Вот. Поэтому мы можем взять свиток рассеивания чар, рассеять чары и переодеть наше копье. Оно будет менее эффективно, но все же. Это будет лучше, чем драться со скелетами, которых мы постоянно очаровываем. Причем, которые нам в минус идут. Давайте так и сделаем. Возьмем сюда просеиванный чар. Покрутим скелеток, чтобы он не думал, что он самый умный. Рассеиваем чары. Нарисовалась муха. Это хорошо. Муха в предыдущей эвакации, как вы помните. Соответственно, муха с высоким процентным шансом дропает нам в деле исцеления. Что для нас очень необходимо. Турализующий газ и свиток улучшение. Еще одна кожаная броня. Непонятно, что она из себя представляет. Давайте переоденем копье. Присутствует гейзерная ловушка. Гейзерная ловушка – это ловушка воды. Нам придется, скорее всего, ее активировать. При активации гейзерной ловушки вас, скорее всего, отбросит и парализует, если вы ударите в стену. Если вы не ударитесь об стену, тогда у вас будет больше шансов не поддаваться. Вор. В битве с вором в идеале нанести ему неожиданные удары. Для того, чтобы вор вам не нанес. Наметательное оружие сломалось. Потому что вор имеет свойство крысить предметы у вас. Особенно гейзерная версия вора встречается крайне редко, но все-таки нам подсказывают, что вам стало не по себе. Давайте используем разведку. Благо у нас присутствует талисман привидения. Один из самых опасных чемпионов, который присутствует – это растущий. Чтобы его убить, нам в идеале, чтобы он за нами пошел, мы его пугами поводили. По понятным причинам – это копье. Из-за этого мы меньше урона получаем. Точнее, больше урона получаем. Нам подсказывают, что где-то здесь ловушка. Получили зелье силы. Давайте его сразу выпьем. Как вы можете видеть, у нас стало 13 сил. Это говорит о том, что мы можем переодеть кольчужную броню. Давайте ее переоденем. Как вы видите, скелет пробивает нас дважды. Это говорит о том, что нам нужно менять оружие. Иначе мы будем постоянно проседать. По урону, по ходу. Перенос рун. Газовая комната. Это говорит о том, что у нас присутствует на уровне, получается, зелье очищения. Газовая комната, она чем хороша на самом начале? Она вам дает возможность определить зелье очищения, если вы в самом начале с ним бежите. Скорее всего, в нашем случае это зеленый, я так думаю. Не знаю, правда, точно. Давайте проверим. Да, это оказалось зеленое. Почему в первую очередь стоит его опознавать? Потому что вы просто элементарно должны узнать об этом зелье. А потом уже можете его особо и не опознавать. Муха нас увидела. Давайте подождем муху. С мухой нам очень выгодно сражаться. И чем на большей части она разложится, то для нас живет. Особенно, если у нас присутствуют, называемые, чары удачи, либо кольцо богатства, для нас это даже не будет. Получили некоторое количество рун, но мы смогли пройти. У нас присутствуют два ключа. Наша задача продать все. Собственно, все и не нужные эти. Получать схоженую броню. Даже если она плюс один, для нас она будет бесполезна уже. Во-первых, она не определена. Наша задача взять вместе с вами анг. Но пока грейдить его нет возможности. Но все-таки нам нужно его с собой взять. Также желательно взять с собой дротик. Можно загрязить копье. Скелет. Не скелет, а... Украл у меня пирог. Блинка такая. Ну, а он в любом случае... Обратите внимание, мы ударили его с испытыванием, деблокировали. Очень много урона мы получаем из-за того, что доспех практически не по уровню. Очень много урона мы получаем. У нас изменили включение документы АСУСКОЙ. Потому что, конечно говоря, уже неплохо. Я думаю, надо стоит вылечить. Сменили столов. Сменили столов. У нас пока нет другого. У нас пока нет другого. Сменили. 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 Чем плохо. Или чем хорошо. У нас присутствуют два сундука. Но тут, я думаю, выбор очевиден. Мы будем брать этот факт. Хотя кольцо, оно более предпасительное. что касаемо артефакты, которые мы только что нашли, его можно эффектировать, но важно понимать то, что у нас... У вора сильное уклонение. Мы подсказали то, что зареспаумился один из чемпионов. Как вы видите, у нас против него шанс не присутствует, особенно если мы будем его крутить. Вернемся в канализацию. Наша задача собрать старую ночь. Забрали его. Бипили, сели из бурдюка и кинули сам бурдюк. Забрали его. Также давайте обдалим. Вот, посмотрите, если на этом. Смотрите. 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 Я где-то здесь видел рыбок. По-моему, не стало не по себе, но я в момент пропустил. Второй арест終 sum. Вот как-то на самый художествен. Доброе. Мы знакомы с оружием, оно НЕРЕЛЕЙЕ. Помptonving было в ТОРЖЕСТРЕfic. Нам в любом случае не важно, что такое оружие, а нам интересно, что оно все просто присутствовало. Оружие имеет минус 1-100, и, соответственно, мы, скорее, больше длиннее на стиле, что это не может длиннее. Как качается рукавный длинный воров? Он качается с вашего опыта. Чем больше опыта, кажется, чем больше. Также, если вы совершаете праздник, то он также будет прокачиваться. Полезный предмет, он в плане того, что вы можете прокачать и прожить на что-то другое. Сейчас мы победили. Возвращаемся обратно. За нами выехал краб. Мы получили плюс один уровень. Если мы за краба получаем опыт, нам не имеет смысла пропаганить. Полезный опыт. Поэтому качаем перенос рун, для того, чтобы была возможность переносить рун. И с помощью велителя мы наносим на достижение начертания. Если я правильно понял, это рун и скорости. Давайте мы с вами посмотрим. Это мастеровка. В мастеровке здесь все очень хорошо. Это мы сможем на рукавный длинный воров использовать. Если у нас будет, получается, трава. Что вообще делает мастеровка, чтобы ее видеть вставление? Она сделает вас менее заметным на фоне высокой травы. Здоровье вам с удовольствием не любит. На самом деле, этот перк полезен, только если у вас присутствует способность восстановления. Давайте перекусим. Присутствует восстановление травы. Потому что для нас тогда это было бы масло, которое присутствует у лучницы. Но у нас пока его нет, поэтому для нас он особо где-то полезен. Вот видите, то есть мы взяли маскировку на ход 2-3-4. Еще кольцо волшебства увеличит этот эффект. Чем лучше оно зачарованное, тем больше эффект. Отпустились на следующий этаж. Нам подсказывает то, что эхом отдаются по подземелью. Это, скорее всего, воздушное подземелье. Особенно хвост мага, шикарно. Пепел элементаля. Ужасно то, что вор здесь нарисовался. Из забора нам придется отступать. У вора еще в высокой скорости оттатьки. Как вы видите, воздушный уровень. Очень полезная здесь палочка, собственно, ударной волны она называется. Также полезна вода, так называемая. Самообъясненько она называется. Как же в этом интерфейсе удобно разбираться, вы не представляете. Вот, смотрите. Палочка ударной волны, взрывной волны она называется. Она крайне полезная в этом будет на воздушных уровнях. А также в плане магии, где у нас тут магия это присутствует. Вот. Так называемый экстракт доденистости. Благодаря ему тоже можно будет откидывать и скидывать врагов. Что очень-очень полезно. Палочка порчи не самая полезная палочка. С помощью нее, конечно, в теории можно было бы что-то сделать. Но ее, если есть что-то лучшее, стоит использовать именно что-то лучшее. Собственно, получили одну рассимку. Наш персонаж опять же проголодался. У него прям глисты, судя по всему. ДМ, это, кстати, очень плохо то, что ДМ там вверху. Проблема в том, что мы... ДМ, он является магом текущей локации. Тем самым для нас он будет... Пробратить, если он будет на расстоянии. Это вдохновленный чемпион. Нам с ним не получится драться. Из-за того, что вдохновленный чемпион это одна из тех генит, которая... Плюс Страж является одним из самых сильных чемпионов на текущей локации. Плюс он еще и вдохновленный. То есть это прям отдельная история. У нас очень мало здоровья вместе с вами осталось. Давайте... Обратите внимание, мы у него украли пластинчатую броню. И его добили. По поводу пластинчатой брони. Она в целом неплохо была бы. Но она требует 16 очков силы. У нас нет такого количества очков силы. Давайте перейдем. Видим скелетов. В идеале его тоже покружить. Вроде... Перейдимся в токсус. Пилет нас увидел. Пилет нас увидел. А свиток логуз мы не знаем, что это за свиток. Нам подсказали, что здесь присутствует рядышком ловушка. Мы видим еще одного свита. Это очень плохо. Почему? Потому что это один из самых сильных чемпионов. Это красный чемпион страх. Это прям очень сильное чудо. Одно из, наверное, самых сильных, кого мы здесь могли встретить. По крайней мере, на текущих этажах. Мы получили плюс один уровень. Я предлагаю прокачать импровизированные снаряды. Чтобы избираться от магов хотя бы на два хода. Что делает импровизированный снаряды? Импровизированный снаряды. Вы обращаете любую педню. Подсказали, что вы хотите изменить ловушку. Вы обращаете любое противное. Затем, он открепляется на два хода. Собрали еще одну ритуальную свечельку. Это воздушный уровень. Мы можем активировать. Для этого мы используем бит-соу. И можно использовать скилку любя лидии. Для того, чтобы убить этого элементаля. Начинаем активировать ритуальный круг для того, чтобы попытаться убить элементаля. Это будет огненный элементарь. Наша задача его просто добить. Обратите внимание, что рядом с нами присутствует ежедневная ловушка. Это одно из новых открытий. Все смотреть, все рассматривать. Все ловушки и миловушки. Собственно, мы убили элементаля. Он убился об морозную ловушку. А мы заодно заморозим мясо для себя. Для того, чтобы у нас была возможность его использовать в замороженном виде. Почему именно в замороженном виде? Мы ослепили вора. И тем самым он перестал нас видеть. Если я правильно понял, оно у нас плюс 3. Собственно, копье порча. Точнее, палочка порча. Для нас это в целом неплохо. Убили скелета. Выбираем палочку. Тут нам предлагают либо огонь, либо дезинтеграцию. Огонь лучше может быть дезинтеграцией. В плане массовости урона. Но дезинтеграция, она более эффективна, особенно если вы бьете через стены. Дезинтеграции можно пробить нескольких врагов, но огнём также можно пробить нескольких врагов. Тоже сказать, что конкретно выбрать здесь. Эффективнее, конечно же, палочка, которой здесь нету в данных на выбор. Но вот всё-таки. Давайте воспользуемся скорее этой дезинтеграцией. Как вы помните, огнём мы пользуемся в прошлой серии. Нам отдали палочку дезинтеграции. Давайте посмотрим. У неё зачарование АС плюс 3. Нифига себе. Нам очень сильно повезло. Зачарование плюс 3 это очень сильное зачарование. Это, наверное, одно из самых мощных зачарований, которые нам вообще могли... Мы могли получить с этого волшебника. А чем полезно зачарование волшебникам? Чем полезно зачарование именно плюс 3? А у нас, собственно, ещё одна кольчужная враньё. Чем, вот смотрите, она полезна? Мы, если вы в теории знаете, где находится это чудо, вы можете его на дистанции убить. Но это очень хорошо работает... Это очень хорошо работает в руке. Дезинтеграция с навыком мага, ментальное зрение. Так называемый волшебный взор, вроде называется. Собственно, Страж. Что касаемо Стража. Когда вы в первый раз с ним встретитесь... Кстати, говорят, хорошо, что у него серп пламени. Мы им будем пользоваться. Наша задача убить Стража. Учитывая то, что он бьёт... Огнём. У него серп пламени. То есть, по названию понятно, что он бьёт огнём. Соответственно, нам нужно бить его в воде. Значит, мы ищем ближайшую воду. И просто бьём его. Ближайшая вода была там. Собственно, серп пламени мы не можем унести у нас в перевес. Но, я думаю, это не сильно критично. Давайте что-нибудь выкинем. А потом что-нибудь ненужное продадим. Что мы выкинем вместе с вами пока временно? У нас присутствует неопознанный свиток. Давайте посмотрим, что это может быть. Вообще, в целом. Это может быть как телепортация, так и сон. Это хороший свиток. Особенно, если это сон. Это, в общем, шикарный свиток. Поэтому его надо только читать. Расщеплять его не стоит. У нас на плюс 4 нарукавник зарядился. Мы можем сходить его воспользоваться к торговцу. А нарукавником имеется в виду. Давайте выкинем, наверное, один сюрикен. Сверп пламени, как вы видите, у нас не урон. То есть он просто урон будет наносить. И он является неточным оружием. То есть он наносит 2.20. В то время, как меч наносит 2.15. Но у меча дополнительный урон идет. Ну, собственно, у серпа он тоже идет. По идее, если серп не будет промахиваться, то серп сильнее будет на начальных этапах. Потому что он будет дополнительный урон огнем наносить. Но проблема огня в том, урон огнем имеется в виду, в том, что урон огнем вас может поджарить. Вот, например, если вы находитесь на траве, вас просто он может поджарить. Что может быть очень-очень сложно. Очень полезен против вот таких вот убегающих ребят, которые такие, как, например, вор. Такие, как, например, вор, либо таракан, который будет дальше. Очень полезен против них, потому что она, просто даже если они будут убегать от вас, как говорится, пускай бегут, их же проблемы будут. Потому что, ну, вы сами понимаете, что для них ничем хорошим это не окончится. Наша задача посмотреть, что это за зелье, и понять, по крайней мере, что это за зелье. Как вариант, посмотреть есть ли это санитарное зелье, либо лазурное. Ничего не другого нет, так сказать, что давайте посмотрим по зельям. Опознаны ли они у нас? У нас не опознана левитация, у нас не опознаны таких нега, огонь, колокольчик. На самом деле, у нас присутствуют в инвентаре два зелья, и раз два. И у торговца присутствуют, собственно, янтарное зелье за 300, это и, собственно, лазурное зелье. Это те, которых здесь нет. Соответственно, все зелья, которые есть в игре, мы можем, собственно, и собрать с собой. Рука у них стала мощнее, но у нас у него не хватает заряда. Мы можем вернуться, что мы сейчас, короче, и сделаем вместе с вами, на предыдущий уровень, для чего, на какой конкретно я сейчас подскажу, мы будем возвращаться на уровень с собственным филлическим котлом, для того, чтобы сделать витерозок. У нас есть несколько вторичек номер, которые будем забрать декоративную зелье. Убрать, чтобы они хотели, но мы не можем, потому что мы не будем пытаться, потому что торговец в пистеле, а нам это не нужно. Наша задача спуститься на все света, для того, чтобы как-то еще разжегся, для того, чтобы он стал дельфиатом, не мешал. И теперь, как-то и наш огонь, закрывать, и наш огонь, то есть, то есть, наша задача, чтобы враги не стояли в воде, для того, чтобы огонь, обратите внимание, если мы сейчас ударим гнова, дном скорее всего загорится и подождет нас. Нам это не нужно, мы просто отступаем от него. Видите, мы его с одного удара вам берем. У нас ноль энергии алкемических. Давайте здесь с вами бахнем немножко энергии. Расчетим, например, козовую лозу, например, гнусномок. У нас 6 единиц энергии. Давайте приготовим себе мясо. Точнее, пирожок. Мясной пирог, который даст нам сытость. Я не понял. Неудобно, честно говоря, сделано. Собственно, мы получили мясной пирожок. Было бы лучше для муку и храна лучше с правой стороны. Где-то сверху. Но опять же. У нас присутствует холод, присутствует огонь. Огненная семечка нам, в принципе, не нужна. Его можно смело расщеплять. Потому что у нас присутствует палочка дезинтеграции. Палочка дезинтеграции, она, скорее всего, пробьет то, что нам нужно будет. Все остальное у нас, в принципе, пока не опознано. Нам бы в идеале прокачать тринку, но у нас пока несколько с вами возможностей это сделать. Давайте перекусим и пробежимся обратно на этаж, на котором мы присутствуем. Нам подсказали, что про наличие смертельной опасности, но мы уже убежали. Чем полезен именно пирог, он дает сытость. На наличие смертельной опасности зависит от того, играете вы с питанием еды или нет. Если вы с питанием еды играете, то у вас их будет срезано в дворах. Вот так вот. Это скелет. Давайте его снять. Как вы помните, нам нельзя заходить. Нам можно заходить в воду, врагам нет, потому что мы играем с зачарованием именно огня. Наша задача, чтобы наши враги сгорели лишние ходы. Если бы мы играли с зачарованием холода, тогда нам было бы очень полезно, чтобы наши враги не горели. Давайте вместе с вами попробуем опознать сольчуженную броню. Скорее всего, она будет нулевая, но все-таки давайте попробуем. Она оказалась проклятой, 14-я броня. Это плохо. Давайте снимем проклятие. У нас присутствует свиток рассеивания чар. Мы его купили, сняли проклятие. И переодели обратно в нашу броню. Броня лежала в тайнике. Она оказалась проклятой. Также присутствует пластинчатая броня. Но, опять же, ее рано ей одевать, потому что даже у нас 13 сил и там 16. А потом для нас ее рано ей одевать. Бежим вверх. У нас присутствует, как видите, еще один ключ. Наша задача его активировать. А, собственно, это страж. Страж очень опасен. Вроде опасность стража, вы даже все можете представить. Поэтому мы просто дождем его. Отстажли, стража. Собственно, у нас одна... Как говорится, один поинт мы можем активировать. Давайте либо железный желудок взять, но, опять же, еды в большинстве случаев бывает маловато. Поэтому я не рекомендовал бы. Либо просто смертельный импульс. Но, опять же, смертельный импульс в большинстве случаев берется для огромного количества урона. То есть, если вы играете, например, Берсерком, и вы очень сильно раскачали себе оружие, то смертельный импульс будет лучшим решением, потому что вы врагов, скорее всего, будете ваншотать. Ну, в нашем случае, скорее всего, будет вот жидкая железная воля. Давайте ее активируем. Такая она будет. Собственно, еще одно помещение. Свиток опознания и свиток улучшения. Отлично. Свиток улучшения мы еще один подобрали. У нас 4 опознания мы будем использовать на предсказание. Соответственно, у нас такая просто не хватает энергии. У нас присутствует телепортирующий дрочек. Это говорит о том, что мы врага можем от себя телепортировать, если он нас окружит. Идет ДМ. ДМ – это у нас маг. С магами, как вы помните, мы деремся только сплотную. Не пытаемся. Вот еще один свиток опознания. Если говоря, мы могли бы через свиток опознания опознать другой свиток, но для этого он как раз ущипления дает ровно то количество энергии, которое необходимо для S-Grade следующего. Вот, как-то так. Давайте посмотрим, все ли мы исследовали на текущем этаже. Да, мы текущий этаж весь исследовали. Если у нас сюрикен бы не подобрали. Давайте пробежимся за сюрикеном. Думаем, что сюрикен, конечно, это маленький приятный. Мы видим скелета. Давайте его подождем. В нем самые сильные, на мой взгляд, дебафы, которые вообще присутствуют. Почему? Потому что уязвимость, которую на него положили и замедление, он просто будет очень медленно ходить. Учитывая то, что он не рейндж, не атака на дистанции, то, соответственно, у него это очень-очень плохо. Ладно, всем большой с вами был Андрей. Всем пока.